первый сплав под проливным дождем парились, парились и все а где у тебя камера, вот тут или тут? вот тут вот он первый сплав в этом году первый поход звука нету звука нету ну и что так, друзья, всем огромнейший привет мы в воде стоим а стоим потому что у нас в этот раз сплав по трем рекам где-то на 80 км сколько дней займет мы не знаем все очень странно выходит потому что, как вот видно, допустим завал мы сегодня прошли таких ну штук семь, наверное где-то так а завалы, ну, разные сложности перетаскивали ливень сегодня был огромный все мокрые, как можно видеть все насквозь проходили и так и сяк но сейчас солнышко вышло в принципе погода очень хорошая свежо, бодро и весело сейчас будем перетаскивать по крафт через завал через завал топором сейчас порубаю ветку, чтоб случайно не зацепить не зацепить или это ветка отлетела ветка ты думал топор? рыбка думал рыбка? да 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 я думаю что-то так-то конечно ну как-то вот так вот я думаю сейчас подтащим я буду передавать подставим а, слушай, давай Алеш, тогда я тут в принципе все почистил сейчас дам топор ты его прицепишь на месте? да, обратно в принципе я думаю что все гвоздей нету да не напарывайся все, ладно ты его цепляй на этот тогда где он там есть я тогда отпаркую его вот туда давай давай переду давай переду я сейчас его возьму чуть-чуть пройду отпусти я наведу вот этим грузом да, да, да конечно тут сейчас поосложнее уже вот это вот поднимать его а давай сейчас грузим стой сейчас таки ну, зарезай засосал а дерево идет вот так вот я не одна нога за деревом вторая там и песок засосало и вот эту ветку надо было срубить и и стена от истощена видишь и из и 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 Давай так что вот такие интересные у нас дела происходят плывем дальше всем доброе утро привет время у нас 7.39 в общем вчера отплыли мы стартанули часа в два да или в чем где-то в час пол второго в час мы были на точке пока собрались стартанули было жара слепни потом поплыли был ливень шел наверно хороший минут 20 нашел вот все промокли промокли насквозь но мы на это рассчитывали все таки но было тепло сплав добыл тепло потом подсохли потом опять подмокли и завалы вот эти вот которые каждый речка мелкая не знаю сколько метров 20-30 плывешь плывешь завал или лазировал пешком перетаскиваешь сложно было потом на место стоянки а при приплыли вчера 730 конечно поздно надо было раньше но место никак не могли найти выхода не было берега крутые и листы да все как-то не выходило и вот у у деревни встали тут вот такой вот вот на речка малюсенькая спуск сделанную тут за нами лавочка местные там сюда ходят отдыхают и в общем вчера конечно было интересно плавать бобры и утки всякие из живности но следов полно но зверя не видели чтобы кто-то что-то переходил вот в общем сейчас быстро собираемся едим и плывем солнышко вылезла сейчас потеплее все-таки станет надеюсь что мы сегодня у нас будет может быть или полудневка такая надо пораньше будет надо все просушить стоянку ехать до у меня кремат навесил я сверху рюкзака и поэтому он весь сырой был я его в гамак не укладывал и как-то в общем я сегодня подмерз встал потом оделся стал нормально но как-то шумно утка тут летала какая-то бешеная достаточно туда-сюда по речке туда-сюда крякает это и как на воду приземляется да в деревне как какой-то ишак орал собаки лаяли что-то какой-то и шаг это не просто что-то шаг орал что удивительно для нашей местности да мы сейчас получается еще в ярославской области по моему да в ярославской области где-то на границе с тверской прыгалки вчера вот тут вот в этом месте по ловил окуньки и маленькие ну не особо интересно было да и уже и поздно сегодня будем пробовать тоже рыбачить уже так как-то по-нормальному в общем интересно сплав интересный но вот а днем еще слепни конечно одолевают как-то прям пшикаемся от них вроде помогает потом когда начинаешь завалы переходить весь мокнишь все сходят и заново все ну в общем интересно интересно пока силы есть будем плыть сейчас собираемся завтракаем их путь да а там уже будем что-нибудь такое отдыхать расслабляться рыбачить надеемся на это я думаю так оно и будет так оно и так друзья второй день нашего сплава и сплав закончился пропорол по крафт мы с лёшей плыли он такой берется серёга смотри ветка я значит плыву плыву бум и я под водой всплываю а это не ветка это остров старого автомобиля сейчас покажу надеюсь приближение сработает так вот если видно а не знаю видно не видно вот где вот этот листик он тут вот тут вот листик в общем там какая часть автомобиля старая ржавая торчит штырь металлический я в этот штырь влетаю и рву по крафт и рву по крафт так что его заделать просто невозможно это вот такая вот дырка через швы сейчас сделаю покрупней далее покажи вот такая дырка вот то есть вот он вот вот это когда вот по инерции я пошел а вот это место вот про царапано вот тут вот я вот ну на порвался это у нас через за материал вот этот тп 200 ну а не знаю тп 400 бы выдержал или не выдержал пвх выдержал пойти хотел на пвх его задержал то есть у покрафтов у наших вот этих вот спутник изи да у них два вида пвх и тп 200 и тп 400 в общем вот так вот даже печально но я конечно расстроился очень ничего по крафт заклеем не знаю я это сделаю или кто-то сделает более профессионально там ничего сложного я думаю эту латку сделать хорошую можно в общем сейчас перепаковываемся и идем до слияния вот этой речки соль бы до речка соль бы в речку сабля у нас по плану было три реки соль бы сабли нерль но сейчас будет двери реки в общем сейчас 7 километров идти в принципе немного часа за два дойдем я так думаю тут вот рядом слава бог дорога еще 50 метров и мы к ней придем и там наверное на слияние двух рек где-то найдем какое-нибудь место разобьем лагерь и на на несколько дней там останемся будем отдыхать в общем ловить рыбу что делать интересно далее вот потому что ну а заканчивать то есть мы два дня у нас у нас отпуск мы у меня отпуска не было два года алёшка тоже взял на две недели отпуск дома делал ремонт потом мы с ним все-таки пошли сплав в эту я тоже неделю дома дела делал там столько сего грустить в общем не будем все уже проплыли достаточно неплохо тем более плане да так много завалов сегодня правда там был один был завал который мы все перегружали поднимали наверх по веревкам спускали по по веревкам то есть все что у нас есть ну конечно не удалось заснять все воносли бы снимка и левой к сожалению да не удалось заснять как мы плывем как все вот это вот проходим не предусмотрено аппаратуру предусмотрено но не надо ставить а и как ее поставишь ты же ее у тебя можно поставить а можно но когда перед преодолевая завал и все это цепляется падает и речь да потом речь ладно мы сейчас вот это вот наш скарб весь соберем лёшка покров сейчас дует подсушит то есть сначала подсушит потом а сдует но а могу сказать что на покрафте плыть это удовольствие отличное меня же второй год покрафт я вот ни разу не разочаровался и не буду дальше про до продолжать то есть вот это вот вот этот прокол это все ерунда это приключение очередное так что дальше тоже будет интересно оставайтесь с нами итак друзья надеюсь нас видно в общем сейчас 23 54 после того как произошла оказия с моим покрафтом решили продолжить наше путешествие и пойти пешком до слияния двух лет они не слияния впадения соль бы саблю по асфальту прошли 62 километра дошли до слия до этого до впадения ну как дошли сначала шли по асфальту было достаточно неплохо терпимо там когда потом погрунтовки через деревню а там потом нам вышел на местным на мужичок и показал где старая дорога через лес но предупредил что там на тракторе мужик когда ездил по колено колею накатал много последние два года туда никто не ну поэтому никто и не и что проехать не может из-за тракторов так по такой колее и было еще объясная дорога по которой все ездят мы пошли вот поэт и она полностью заросшая дороже жесть меня все перекусали я в рубашке шоу мер я футболки до тетки рубашка длинным рукавом у меня тоже рубашка была на ее доставать и как обычно блин уже уставший вот это не хочется все вот весь рюкзак этот перебирать это начинает надоедать чтобы достать это надо рюкзак полностью вытащить из него все достать эту вещь обратно за собственность что еще что-то забыл ты снова вытаскиваешь снова засовываешь при том что мы сегодня утром перебирали рюкзак все упаковывали потом об обед мы сегодня ели в 8 20 лет 830 и все и только сейчас вот ну там пару пастилок закинулись вот таких вот маленьких сладких нам пить просто хотелось мы у нас было пол литру у лёжки вода обычная у меня меня пол литра минералка лакова литра даже на пол литра вот а у меня 08 я думал что воды хватит потом плывешь на самом деле пить не хочется жарко я сегодня тоже интересно было кстати конечно завалы они там по грудь заходили в воду притаскивали по крафт и через деревья вот эти все и и мы думали что это сложно на самом деле о завал опять переходи что-то там думать ну на самом деле по сравнению с тем как мы сегодня прошлись до точки это вообще цветочки в общем и дошли мы до этого я не верни впадение одни не да там на самом деле для рыбалки а место отличное там омут а хорошие с глубиной рыбы там я уверен что достаточно но еще добавлю показалось когда мы там пробирались мне казалось это жесть вот когда мы шли до впадения вот через этот лес по этой еду там джиперской дороге кроме тракторной крапива по голову до нас нет не облепляли комары я думаю все это это жесть идешь еще рюкзак 25 килограмм тоже сереже сколько у тебя 28 27 27 вот я думаю это жесть все дальше рассказывай а жесть она и не начиналась еще жесть бритва ночи хочется кушать и в общем мы дошли до слияния до впадения до впадения омут огромный там то есть не пройти решили перейти на сольбу перебродить в принципе место нашлись конечно замочились чуть-чуть ну ладно вышли нормально все и пошли в общем летом ходить скажу я вам еще то удовольствие вот мы весной осенью по траве по высокой ходили сложно а тут это опять вот мухи это как вот прошлом году я на сабле когда рыбачил лосей увидел то же самое облепляет мухи слепни комары почему-то на лёшу лосиные клещи лезли парочку снял идти там потому что футболки шел все это время футболки до процентов наверное сколько ну 60 мы летом шли да и 40 вот этими лугами где трава погрузит с крапивой пошли значит я лёшки говорю лишь вот смотри надо обойти похоже на болото может быть там ручьёчек какой-то я иду иду и у меня левая нет правая нога проваливается там значит бобриная вот такая вот протока ну я паду встаю нога сырая ну чё делать идем дальше и вот идем ну сто метров и все вода у нас лишь закончилась где с тобой вода как мы перебродили нет я допил воду когда мы ты покров порвал мы вылезли его там я допил воду перед тем как ты серьезно у тебя вода вода потом не было что не было даже так мне кажется да тогда я допил воду ну либо когда мы стояли там на этом у знака на дороге у знака работают так себя тупения ну что через сколько получается 24 а там 8 14 километров мы сегодня сделали из них 62 по асфальту проселочный и остальное все по лесу лет поле немножко немножко не 14 в общей сумме считал когда еще на покрафте плавали по трекеру это мне общая за день конечно подожди ты хоть как мы так мало прошли ну тогда когда ты у меня спросил сколько было там 62 это было от самого утра он набил там было шоу лишь мы прошли на пусть будет 6 8 8 километров значит мы прошли по лесу ну это это условно это часы как он считает непонятно шаги переводят километр но прилично прошли на петля ли там вот это все облазить обходить вот старые поймы вот то бы мы шли вдоль реки практически или там где-то резали а тут старые поймы то есть болото и мы их обходим долго очень по навигатору раз за два нам казалось что могут уже близко на самом деле когда приходили вот с этими обходками мы опять уходили чуть правее чем нам надо мы хотели дойти до той стоянки где я в прошлом году лось увидел до стоянки этих сплавщиков перед этим местом там сколько когда мы с тобой болтали что вот последний рывок наверное у нас дверь было много где последний рывок и он никак не дошли все вот до сюда часов в девять только дошли воротила обожи нету есть хочется усталость такая до сюда шли я говорю лишь накачиваешь покрыв сейчас погрузим рюкзаки и будем идти рядом или плыть зоопокрафт на потому что жарко было очень а потом уже когда стали подходить солнце не а не стало и мне уже стало холодно у меня рубашка вся насквозь сырая еще долго на песке стояли босиком еще потому что переобулись разулись хорошо чай и все-таки предложил попили стало легче сделали ну потом я лёша говорю лишь уже время мы тут часов дети же были время девять еще нам плыть туда я я думаю сколько это было и холодно реально уже холодно всей изнеможденной я говорю лишь ну-ка дайте я залезу вылез сюда ну и в принципе нормально уже мы тут обжились я гамак повесил лишь палатку поставил тут все вот это вот блоган веревки развесили повесить на решили всего что после потому что вчера у утра то есть не вчера сегодня утром не ничего не прослушали рюкзаки намочили много чего и я упал рюкзак намок лишь там кое-где но это на водке еще когда мы борт помнишь что с рюкзаком в общем газ плавов реально только герма рюкзак все где герма сумкой если идти не надо а если где надо идти и только герма рюкзак потому что иначе вот эти вот наши дождевики на рюкзаки это все от дождя а то что при прохождении где-то чуть накрынилась где-то чуть это эти бог намок он сразу начинает крениться ты начинаешь все внутри хоть там герма у тебя есть но уже это все это как это сырость одна сплошная идешь у тебя рюкзак сырой набрал веса спина сырая москве на жаре нормально а вот когда по прохладнее уже ну и усложняет все так можно например рюкзак просто он же герметично спустить может где-то под под корягой какой-то надо пройти рюкзак наверху мешается ты его куда никуда не денешь значит одна от коряга а если будет герма ты его вообще спустила по воде протащил и все ну и опять таки если навернулся то ничего страшного то есть все все сухо вот так что сейчас кушаем чай пьем спать а завтра спать до до купения отдыхать на порыбачим получится здесь получится и и дальше их или может ну а посмотрим ладно короче что мы сегодня прям очень устали подубились это просто как говорил герои фильма смертельное оружие я слишком стар для этого дерьма жилешь сказал алёша я на нас сегодня слишком много ворчу потому что не могу а ты мне говоришь почему так идешь я быстро ты шел я я уже все я я вот только за тобой поспев поспеваем и только привал ты гришь я это все помирает как ты помираешь ты ломишься через лес я не успел еще собрать еще при этом собрать куда идти я что-то туда-сюда не пойму вообще у меня уже все каша в голове я уже только на автомате просто вижу твою спину и на автомате вот это вот потому что уже все что-то ничего не соображает думаю с трудом уже думал когда рюкзак этот снять все намяло все что можно везде натерла все болит в общем да у меня ноги стала сводить ляжки внутри нам да еще так он тут орал так что я не за распугала все медведь я вот реально орал прямо во все горло кстати там еще заряд есть у нас так силе пить чай кто-то уже второй раз да или третий даже шел оттуда и вот я слышал и какой-то звук был такой их типу ручание что воли может показалось все таки или нет ну вот там все таки кто-то тогда ходил да ну давай да лишь от палатки а то и вдруг там и это плетят искры да давай ну вроде никто не побежал правда глушит эта штука сигнал охотник я нормально ну потому что я пускал ну да не отсырел нет ну у тебя нет посмотрим еще может попозже я свой давай да а то у меня в общем типа герма сумка фишер мар от новатур в общем когда у меня по крафт провалился по дороге ну она намокла там слава богу ничего не было был сигнал охотника ну и так конечно дождь часа два на блин держит и все но нам не правда долго на год четыре уже вот так на мелкий дождик еще нормально а потом уже все так что так куда вот лишь на покрафт на которую мы все не хотели что-то такое вдвоем сделать доплыть хорошо не поплыли да потому что реально сегодня так прям было уже тяжко сейчас вот чеку жахтем от чай мы сегодня будем знаете чем не очень нравится сухофрукт под названием хурма очень вкусно вот алёша не пробовал сейчас вяленую хурму ну попробую скоро вот берцы летние такие воду конечно не держит вообще но они для суши для они знают песчаные так в походе в таком вот чуть-чуть в воду наступишь и все мы не рассчитывали для этого для кола или на самом деле ну да да резиновые сапожки это наше все одном будем сейчас пить чай и спать будем ложиться а завтра уже чуть-чуть будем делать другое какой-то то ли шершень то ли еще кто-то здоровый в общем уже время у нас 1713 сегодня с утра ну как с утра в 12 сегодня проснулись спали отлично пошли значит рыбачить у лёшки катушка заклинила дедать от наших вот этих вот лазаней там что-то с ней произошло катушка заклинила и он рыбачить закончил я знаешь пошел рыбачить поймал две щуки жарить будем вечером потом пошел рыбачить и смотрю у меня у катушки отлетела ушка а не знаю все тоже разболталась видимо вот который она матывает леску все как-то отлетела и короче не просто за 3 где-то у тебя он у лёша швы вы выломала но и и клинила клинила по видим что-то где-то цепанул сломалась и в результате литка рома смотри винтаж вылез что-то крепление хорошего чему-то рыбалка закончена у нас балка закончена сейчас вот чай пьем уже по пути мульти тул мульти тул был бы на наверно раза венки либо ну да справил бы то что клинит разобрал бы посмотрел если бы у тебя был бы мульти тул я знал что у меня слетится я бы подтянул сегодня когда проснулись я такой вышел посмотреть на речку и вот там в кустах лось похоже ходил еще ветра не было вот на речка такая хорошая в общем сегодня дождик был мы растянули тенты наши но правда как как только тенты мы натянули так он и перестал да не ничего не намочилась и так как рыбалка закончилась мы что-то сидели пока ели и лёша говорит а почему не попробовать тебе заклеить покрафт потому что ремкомплект у меня есть но у меня конечно маленький кусочек тпу а у лёши большой и мы в общем наверное да не наверное а точно вот у меня я там его посушил изнутри и снаружи наверно двумя слоями сверху и снизу выйдет как бы попытка не пытка получится получится будет отлично поплывем дальше не получится значит ну что будь то будет в общем вот такие вот наши дела все у нас просохла с утра хорошо туристов ботинки сохнут долго ну я надеюсь потому что я вот опять в кроксах крокс нас и чет сейчас холодно стало солнышко исчезла и а тут кстати было прохладно да у нас штанишки уже высохли как-то вот так вот видно хорошо меня видно чай пьем будем ремонтировать потому что если получится то у нас все что мы планировали ну только без рыбалки будет продолжаться завтра может мы даже доплывем все это нашим случае лучше лучше чем эти рюкзаки у нас и же ну в вариант был до следующей стоянки лёша плывет на покрафте с двумя рюкзаками я иду налегке но я скажу это налегке без рюкзака это конечно лучше но мне тоже там прообираться по завалам папа полю поэтому по высокому удовольствие никакого не доставит но мы сегодня конечно проснулись и вот в 12 уставшие еще были и сейчас по моему еще уставшие да это все без конца барахлянья я даже пошел туда переложили вот так вот все вот тут все разложено а завтра все это опять собирать вечером тоже все убрать собрать ну ладно это ничего не сделаешь надо как-то оптимизировать как-то надо оптимизировать ладно наверное сейчас когда клеить будем покажем все-таки что у нас получится не получится а подождем какой-то я думаю до утра подождем потом я покрав наду и будет понятно держит не держит стоит поплыву не поплыву лучше конечно пополу и так она time по крафт в общем двумя полосами черные это из лишнего ремкомплекта зеленый из моего ну а в общем вроде как первую сделали нормально ну так вот по ощущениям со второе похуже она потому что там вот надо к пвх клеить и вот тут вот углом все завернул все заворачивается до неровная поверхность а с изгибом с изгибом в общем сложно клеем ну это ацетона я начинаю ацетонить это клей да вот я должен был даем полнительный 3 конечно ребята молодцы вот на заметку им вот написано клей и вот банка не но ты вот ищите ничего нету я же в комплекте шел тюбик баночка и вот клей тоже типа такой ацетон транспортная не доставляет и я говорю может вам еще дополнительный клей говорю хорошо давайте клей когда я открыл смотрю вот он клей вот она банка думаю наверное ацетон доставляют ну я ожидал увидеть клей второе точно такой же если был бы и мне ни к чему оказалось клей казалось так выключаем на фонарь светло ну мы сейчас работаем нам надо что все было ну и в общем клеем первый слой на две поверхности 10 минут ждем второй слой пять минут и пока пять минут греем воду я горящим котелком проглаживаю поверхность и становится нам все разравнивается и а потом пальцем новым в общем вот так вот работа кипит ну конечно поздновато начали время 7 8 час к знала а ну нормально кстати еще у нас небольшая радость я говорю лишь дайте мне свою катушку лёшка дал скрутил у него вот эту вот штучку и она подошла под мою у нас теперь еще плюс один спиннинг и ну если что рыбу ловить будем в общем покажем как будет все в конце как будет выглядеть но естественно завтра утром надуваем я пробую плаваю если все окей то плывем дальше и да да ну может сильно не буду подкачивать хотя я не знаю если чуть-чуть будет под спускать просто периодически будет подкачивать я мы увидим пузыри идут если они очень траве я думаю можно плыть периодически останавливать это все лучше чем через чем и да лучше каждые полчаса дуть чем каждые полчаса 10 минут а то я вспоминаю как я вчера иду я грунт сейчас я люблю блювану потом говорю нет сейчас я дрестану в итоге не то и не другое но организм был настолько весь убит что выворачивала на изнанку от обезвоживания и обессиливания так что это вот кстати вот он сказал мне они попробовали нам заклеить покров твой я говорю черт почему бы не да все думаешь у нас целый день заниматься рыбалки нету ну рыб поймали сейчас вот покров до клеем будем рыбу чистить жарить у нас еда есть так что все нормально я даже помечтал думаю может еще скажу про бачу там на на этом на бережку там глубоко ну ладно в общем лёш сколько по времени у нас второй слой пара нет еще 666 минут ну вот сейчас еще подумаем что будем делать дальше будем клеить и потом все покажем и так золотали пробоину вот это вот черная длинная это с душного ремнобора идеально вот кстати видно прорыв а вода вот сейчас вот он идет прорыв идет 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 тут с нахлыстом сделано потому что потом он идет и тогда потом вот сюда до этого до пвх да тут он идет вот так вот как кусок вот так нет тут тут уж по моему нет же вот так идет а да 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 вот идет вот так и вот так доходит до черной этой вот так вот до сюда мы вот до сюда мы наклеили вот эту почему-то лотку ну как-то надо было отступить в ту сторону наверно вот сюда ближе ну я посчитал что перехлёст маленький и сделали перестраховаться перестраховались а то я наверное сегодня думал бы и и не уснул бы потому что все таки ответственный такой момент он делали маленькую с запасом чтобы было ну вроде схватилась неплохо сделали по такой по смешанной технологии вот как тут предлагают у нас два способа способ 1 способ 2 ну кто знает то знает а можно почитать все вот грели котелочком в общем клей хватило и я свой добил у лёши свой был еще с запасом то есть мы получили вот реально еще один вот такой же прорыв мы заклеим да лишь но если будет вот если будет двое комплект дворим комплект куда-то мы его один но длинный не знаю либо один да вот если метра а если человек один идет на сплав то надо реально много клея и потому что вот такой я а не знаю может кто-нибудь а посмотрит отпишется скажет что вот такие вот длинные прорывы были у кого-то как они клеили и ватные палочки хорошо иметь чем клей ватные палочки я взял думаю ушки почищу там то все ну как бушки то я человек чистоплатный но в походе можно и потерпеть а вот вот для этого пригодились так что вот так вот ну завтра будем накачивать 15 часов он где-то будет у меня у нас под засекли 15 часов отлежится потом накачаем я папа это не потому что 15 часов того что такое требование потому что у нас просто так получается получается что через 15 часов мы будем выдвигаться уже позавтракаем беремся я его накачаю и вот перед дальнейшими действиями я даже где-то будет подспускать мы еще раз мы еще казакая подождем да там в принципе ждать не не так шеи и одному способ можно практически сразу пойти да 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 к тому же тут ну перехлёст и я считаю что мы вполне по сути вот а если вот так вот тут вот по сантиметру в разные стороны то у нас там где-то есть и больше вот самый нормальненький вот тут но и здесь тоже сантиметр и тут на больше ладно ладно все ждем что будет то будет я думаю что все хорошо момент приготовления чуть на сковороде рыба немного но мы уже поели но щука как по закуска не кажется что свежепойманная рыба в походе это здорово а так что вот так значит так друзья покров надут ну еще не плавал но в принципе вот полчаса стоит не сдувает сейчас под нагрузочкой проверится все вот как то вот так вот все вот это вот выглядит не нормально я думаю что все будет путем лагерь почти что собран позавтракали и сейчас путь дорогу ну а если что-то произойдет экстраординарное конечно же все покажу но на я надеюсь что дальше поплывем без особых приключений и и и и и КОНЕЦ 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 Итак, четвертый день у нас? Да, четвертый. Уже забывается, какие дни. Четвертый день путешествия. Сидим в таком неплохом, в принципе, месте. Как всегда, лагерь разбит. Уже сейчас будем кушать. В общем, покрасок все держит, нигде не спускает. Хотя, Леша, как только мы спустились на воду, Леша говорит, у тебя идут пузыри. Идут пузыри. А пузыри, они идут из-под течения, под дно, и вот это там накручивается. И я говорю, Леша, у тебя тоже пузыри идут? Он такой, да. Я говорю, да. В общем, нормально все. Сегодня проплыли не так уж и много, потому что, ну, встали сегодня поздновато что-то. Поздновато встали, собирались все. Вот. Надеюсь, завтра все-таки надо будет пораньше встать, чтобы пройти хороший участок. Сейчас плывем здорово, завалов нет. Где-то небольшие перекатики, трава, там обходим острова всякие. Ну, в общем, неплохо сегодня проплыли. И место вот хорошее, еловый такой. Да, блин, стяжка. Такой вот еловый. Ну, это, походу, это стоянка. Но без кострища, без кострища. Сейчас покажу выход к воде. То есть, вот тут все чисто, мусора вообще нет. Вот эта вот дорога, она уходит в ту сторону, на деревню. Мы все еще на реке Сабля. Тут сделан вот такой хороший подъемчик. С местом. То есть, тут сидушка, пень, поручень. При том, что, сейчас покажу, сделано без единого гвоздя. То есть, наврубки и стяжки из веревки. Вот все, все крепления основные. А не знаю. Видимо, у кого-то много веревки. Вот. И удочки тут кто-то ловит рыбу. Ну, я сегодня вот на час я поплавал. Сначала в ту сторону поплыл, потом по течению, туда-сюда. Вообще ни одной поклевки. Ну, вот тут вот одного окунька вот такого поймал, отпустил. То есть, сегодня по рыбе чего-то как-то не особо. Ну, нет, рыбы есть. Мы там плыли, там раньше. Прям стоял голавль, ну, сантиметров 20-25. Вот стаи хорошие. Ну, а тут вот так вот. На том берегу деревня. Солнышко уже садится. Небо безоблачное. Сегодня думали дождик будет, но нет. Все хорошо. Так что вот так вот. Есть что будет сегодня интересное, конечно, покажем. А так до завтра. Всем доброе утро. Мы позавтракали. Сейчас будем делать кофе с вяленым апельсином, чтобы согреться. Ну, чай просто поднадоел на самом деле уже. Покрафты лежат. Лагерь собрали. Чуть осталось. Да. Надо собираться, в общем. Погоня сегодня. С утра прям не радует. Ночью прям холодно было. Дождик капает, то капает, то не капает. Все что-то хмурое, холодно. Поплывем вот так вот. В носках, в штанах. Я куртку даже достал. Леша тоже в чем есть, там и поплывет. Ну, в общем, как-то так вот. Вот такие вот дела. Даже думаю, может быть, шапки поплыву. Не зря шапку, кстати, взял. Лето летом, а что-то как-то спать в шапке было намного лучше. В гамаке все-таки поддувает. А, и у меня еще надувной матрас. Клапан не держит. И, в общем, не знаю, хватает только. Лег, заснул, и он сдулся. Проснулся уже сдулый. Что-то вот. Проблема большая. Это, конечно, тоже хуже. Холодней становится. Вот. Вон, Леша идет, помыл котелок свой. И вот он также поплывет. Ну, я не знаю, может быть, панамку все-таки одену. Шапки, наверное. Может быть, жарко будет все-таки. Да, сейчас будем плыть, работать руками. Чехо-как. Чехо. Охо, охо, охо. всем доброе утро сегодня шестой и заключительный день нашего сплава Алексей Геннадьевич на пределе своих физических и умственных возможностей ты еще бы протянул бы морально уже что-то надоело надоело, устал, устал тягомотина ежедневная вода, фильтрование, собирание разбирание 3 часа если все это занимает с едой в общем сегодня была самая теплая ночь потому что вчера погрелись на костре и как-то вот солнышко вчера уже под вечер было не было дождя ну плыли день конечно сплавный день был тоже нелегкий треть пути это по заросшим руслам реки с покрафтами все в порядке гамачок у меня вот здесь сделал такую площадочку утеплился пончи я ночью так вот вот так вот у меня тут еще надувную герму для покрафта сделал пониже тентик так вот в ногах пончи закрепил на липучках и вообще сегодня спалось отлично а еще матрас надувной матрас у меня последние три дня сдувал конкретно сегодня он тоже под сдул но держал дольше обнаружил вчера вот тут вот где стык вот как вот тут вот где стык вот в этом месте разрыв вчера заклеили быстренько с тем же способом что и по крафт зажигалочку погрел в принципе тут все держит но где-то он еще видимо подпускает ну а не знаю что-то меня декатлонский фарклазовский этот самый матрасик подвел в этот раз три последних похода было все нормально а тут что-то как-то не очень вот мне нравится вот это вот приобретение стульчик складной от начальник вот это вот мне очень нравится потому что удобно сел и все и не паришься и удобно так что выходим часа через полтора пять на маршрут до впадения сейчас недолго осталось уже в Нерль и по Нерли проходим до Нерли населенного пункта и оттуда нас будут забирать уже так что так вот ну там наверное в конце тоже расскажу что было по пути и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...